На очередном семинаре с представителями управляющих компаний эксперт по ЖКХ Игорь Кокин сделал обзор важнейших изменений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Начал встречу спикер с мусорной реформы. Тема ТКО продолжает будоражить всю страну. Однако серьезных содержательных изменений в этой сфере так и не произошло. Пока правительство не очень хорошо себе представляет, что со всем этим делать. Мы влезли в эту радость, создали этих региональных операторов, а сейчас пожинаем плоды, потому что очень многие вопросы не были продуманы. Не были продуманы вопросы, связанные с содержанием контейнерных площадок, не были продуманы вопросы, связанные с взаимодействием региональных операторов с операторами. И это все порождает массу проблем. Нижегородская область одна из немногих приняла решение об оплате ТКО с квадратного метра. В начале года до Верховного суда дошел спор из нашего региона по поводу перерасчета ТКО из-за отсутствия формулы по вычислению нужной суммы. В ноябре правительство приняло поправки о формуле перерасчета именно для тех субъектов, которые выбрали расчет, исходя из квадратного метра. То есть при временном отсутствии потребитель имеет право на перерасчет и делается он, исходя из количества проживающих. Пропорционально количество проживающих, вот если кто-то из проживающих отсутствовал, пропорционально времени отсутствия и площади, которые на него приходятся, значит, соответственно, вот формулы внесли. Большое недовольство значительной части потребителей вызовет новый порядок расчета за коммунальные ресурсы, потребляемые на содержание общего имущества, считает Игорь Кокин. С новым постановлением правительства управляющим компаниям предстоит столкнуться в начале следующего года. В предыдущие 10 лет потребителям средства массовой информации правительство, депутаты говорили, что они оплачивать коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества не должны, что за них это должны делать управляющие организации. А в этом году правительство сказало, что оплачивать коммунальные ресурсы в полном объеме – это обязанность собственников. Работали со спикером долго и на протяжении всего дня. Также представители управляющих компаний смогли задать специалисту интересующие вопросы.